Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра-доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 7 ноября 2023 года, понедельник. Местное время 23 часа 8 минут, киевское и московское час 8 минут. Сегодня я планирую завершить чтение последних трех глав из книги Стефана Цвайга под названием «Врачевание и психика» Мессмер, Мэри Беккер Эдди, Зигмунд Фройд. Это трилогия, да? Том 11, собрание сочинений Стефана Цвайга, 12 томах, кооперативное издательство «Время», Ленинград, 1932 год. Ну, а последняя глава этой трилогии посвящена Зигмунду Фройду. Так вот, сегодня я хочу завершить чтение о Фройде и зачитаю вам три последних главы. Область пола, предзакатные дали, значение во времени. Итак, область пола. И неестественная тоже природа. Кто не видит ее во всем, тот нигде не видит ее, как должно. Это из Гёте. Цитата из Гёте. То, что Зигмунд Фройд стал основателем сексуальной науки, без которой отныне уже не обойтись, произошло, собственно, без всякого с его стороны умысла. Но таинственная закономерность его жизненного пути в том, по-видимому, что путь этот всякий раз ведет его дальше, за пределы искомого, и открывает ему области, куда он по собственной воле никогда бы не отважился вступить. В 30 лет он, вероятно, улыбнулся бы недоверчиво, если б кто-нибудь предсказал, что ему, неврологу, предстоит поднять толкование снов и биологическую трактовку половой жизни до высоты науки. Ибо ничто не предуказывает ни в личных его, ни в научных склонностях, ни малейшего интереса к столь отдаленным и обходным дисциплинам. То, что Фройд занялся проблемой пола, произошло не потому, что он к этому стремился. Эта проблема сама собою стала на пути его научного мышления. Она стала на его пути к собственному его изымлению, совершенно неожиданно возникнув из тех глубин, в которые заглянул он с Бройером. Они, исходя из истерии, сообща установили новое положение, что неврозы и большая часть всякого рода душевных расстройств возникает тогда, когда какое-либо влечение встречает препятствие на пути к естественному своему исходу и, не получив удовлетворения, оттесняется вглубь подсознания. Какого же рода те влечения, которые главным образом подавляет культурный человек, который он скрывает от мира и даже от самого себя в качестве наиболее интимных и для самого себя тягостных вопросов? Проходит немного времени, и Фройд дает сам себе ответ, от которого не уйти. Первый случай психоаналитического леничения невроза указывает на подавление эротического аффекта. Второй и третий точно так же. И вскоре Фройд убеждается, всегда или почти всегда невроз обусловливается сексуальным влечением, которое, не будучи в состоянии овладеть самим объектом, притворяется в задержке и давит на психику. Первым ощущением Фройда при этом непреднамеренном открытии было вероятно изумление по поводу того, что столь очевидный факт ускользнул от внимания всех его предшественников. Неужели действительно никому не бросилась в глаза эта прямая обусловленность вопрос? Нет, об этом нет ни слова в учебниках. Но потом Фройд вспоминает вдруг о некоторых намеках и разговорах своих знаменитых учителей. Когда Хроббак передал ему для лечения одну истеричку, он тут же сообщил ему по секретам, что эта женщина, несмотря на 18-летнее супружество, осталась девственницей, потому что муж ее был импотентом. При этом он пошутил довольно грубо, пояснив лично от себя, какое, по его мнению, в высшей степени физиологическое и угодное Богу вмешательство могло бы лучше всего ее исцелить. Точно так же и его учитель Шарко в Париже подобных же обстоятельствах высказался в разговоре относительно причины одного нервного расстройства. Всегда-всегда что-нибудь сексуальное. Это Шарко. Фрейд поражен. Значит, они-то знали его учителя и, вероятно, бесчисленное количество выдающихся врачей и до них восклицательный знак. Но возмущается в нем его наимная добросовестность. Если они знали, почему держали они это в секрете и высказывались только в разговоре, никогда не заявляя об этом публично. Вскоре молодой врач на себе узнает, почему эти искушенные мужи утаивали от мира свои знания. Ибо едва только, сообщает Фрой, спокойно и деловито результаты своих наблюдений, формуле неврозы возникает там, где в силу внешних или внутренних препятствий нет реального удовлетворения эротическим потребностям, как со всех сторон, встречает он яростный отпор. Наука в то время еще непреклонная, хоругве носиться, морали не согласна официально признать такого рода сексуальную идеологию. Даже его друг Бройер, который сам содействовал ему в обнаружении тайны, поспешно отходит от психоанализа, как только начинает понимать, что помог ему открыть своего рода ящик Пандоры. Проходит немного времени, и Фройду приходится удостовериться, что в 1900 году такие формулировки затрагивают пункт, где душа, равна как и тело, отличается наибольшей чувствительностью и щекотливостью. Он убеждается, что тщеславие современной ему цивилизации охотнее помириться с любим уроном, чем услышать лишний раз, что инстинкт полового влечения все еще распоряжается каждым в отдельности и является решающим моментом в создании высших культурных ценностей. Общество ни в чем не усматривает такой угрозы культуры, как в высвобождении полового инстинкта и в согласии его с его прямыми первоначальными целями общество не любит, чтобы ему напоминали об этом щекотливом обстоятельстве, лежащем в его основе. Оно ничуть не заинтересовано в том, чтобы мощь полового инстинкта была признана и чтобы разъяснено было значение половой жизни для каждого в отдельности. Наоборот, оно в целях педагогически избрало путь отвлечения, внимания от всей этой области. Поэтому научные результаты психоанализа в целом не по вкусу. И охотнее всего, оно заклеймило бы их, как эстетически отталкивающие, морально неприемлемые и опасные для человечества. Конец цитаты. Таким образом, все современное Фройду миросозерцание становится ему поперек дороги с первых же его шагов. И к чести его, как человека добросовестного, нужно сказать, что он не только с решимостью принял вызов, но даже затруднил для себя борьбу благодаря врожденной своей прямолинейности. Ибо Фройд мог бы высказать все, что он сказал, или почти все не вызвал особого раздражения, если бы он нашел в себе готовность формулировать свою генеалогию в половой жизни более осторожным образом, путем обходов, никого не задевая. Ему следовало только накинуть словесный покров на свои убеждения, приукрасить их слегка поэтически, и они контрабандой проникли бы в общество, никому особенно не бросаясь в глаза. Достаточно было бы, пожалуй, назвать то неистовое фаллическое влечение, чью мощь и силу он хотел показать во всей ноготе не либидо, а более изысканно эросом или любовью, ибо утверждение, что душевная наша жизнь находится под знаком эроса, звучало бы во всяком случае по-платоновски. Но Фройд, человек без лоска и противник всякой половинчатости, выбирает слова жесткие, угловатые, прямо бьющие в цель, он не упускает случая быть ясным, он так и говорит, либидо, похоть, сексуальность, половое влечение вместо эрос и любовь, Фройд слишком честен, чтобы, когда он пишет, выражаться описательно, он называет кошку кошкой, он пользуется как терминами в области пола и всяческих от него отклонений обычными немецкими наименованиями с тем же бесстрастием, с какой географ перечисляет города и горы или ботаник растения и травы, с клиническим хладнокровием подвергает он исследованию все проявления сексуальности, не исключая и тех, которые заклейменны в качестве пороков и извращений, равнодушны к выпадам возмущенной морали и к воплям перепуганной стыдливости, заткнув себе в известном смысле уши, он спокойно и терпеливо внедряется в неожиданно открывшуюся проблему и приступает к систематическому первому за все время психогеологическому обследованию мира человеческих инстинктов, ибо в человеческом инстинкте, Фрой, этот сознательно посторонний и глубоко антирелигиозный мыслитель видит самый последний огненно текучий слой внутреннего нашего подземного мира, не вечности хочет человек, не жизни в духе жаждет, как высшего блага душа, она жаждет слепо, инстинктивно, беспредельное вожделение, это начало и основа всякой психической жизни, так же, как тело к пище, стремится душа к наслаждению, либидо, этот извечный позыв всксаладострасию, этот неумолимый или неутолимый душевный голод гонит ее в мир, но в этом, собственно, основа фройдовского открытия в сексуальной науке, либидо не имеет поначалу никакого определенного содержания, ее смысл только в том, чтобы исходить влечением и влечением растекаться, и так как по творческой установке Фройда душевная энергия всегда допускает перенесение то либидо может быть обращаема то на один, то на другой объект, таким образом, не всегда вожделение возникает в игре взаимного влечения между мужчиной и женщиной, оно стремится только к удовлетворению, оно как напряжение лука, который не знает еще куда полетит стрела, как сила устремления потока, которому неведомо то устье, куда оно вольется. Оно гонит человека к удовлетворению, не зная, в чем оно выразится, оно может найти исход и выход в обыкновенном нормальном половом акте, и может точно также духовно притвориться в сублимированный акт художественного или религиозного творчества, оно может найти себе неверный исход и перейти в отклонение, замещая в своем порыве самые неожиданные объекты вне сексуальной сферы и полностью вывести половой поначалу инстинкт из области плоти путем бесчисленных промежуточных переключений. От животной похоти до тончайших проявлений человеческого духа способно оно притворяться во все формы, не обладая само по себе никакой формой, не будучи осязаема и в то же время неоступно участвуя в игре. Но неизменно и в нижних своих проявлениях и высших достижениях оно воплощает единую и изначайную волю человека к сладострастию. После такой переоценки со стороны Фройда установка в области половой проблемы разом изменилась, так как прежняя психология, не подозревавшая о способности душевной энергии подвергаться превращением грубо отождествляла всего половое с функциями половых органов, то в глазах науки сексуальность являлась развитием темы о функциях нижней части тела и представлялась поэтому дело щекотливым и нечистоплотным. отделяя понятие сексуальности от физиологической половой деятельности Фройд вместе с тем расширяет это понятие и опровергает ложное о нем представление как о нищем психофизическом акте. Исполненные предчувствия слова нищие цитата степени характера сексуальности человека отражаются во всем его существе вплоть до вершин его духа подтверждается Фройдом в качестве биологической истины. На бесчисленных единичных примерах он показывает как это мощно напрягающая человека сила путями таинственного проникновения вдаль находит себе на протяжении десятилетий разряд в совершенно неожиданных проявлениях его душевной жизни как сказывается вновь и вновь особый склад его в бесчисленных превращениях и искажениях в самых удивительных формах вожделения и подменяющих его действия. Таким образом во всех случаях где имеется на лицо бросающаяся в глаза особенность душевного склада угнетенность невроз навязчивые действия врач в силу сказанного выше может по большей части уверенно судить о наличии особого склада сексуальной жизни или о ее отклонении от нормы в дальнейшем в соответствии с методом глубиной психологии его обязанностью является довести больного до той первоначальной точки его внутренней жизни где в силу какого-либо переживания последовало отклонение от нормальной линии развития его инстинкта этот новый диагностический прием опять-таки приводит Фройда к неожиданному открытию уже данные первых произведенных им психоанализов сделали для него ясным что сексуальные переживания невротика обусловливающие его расстройства лежат где-то далеко позади и наиболее естественным представлялось искать их в ранние годы индивидуума в ту пору когда формируется душа ибо единственное что отпечатывается к моменту созревания личности на мягкой и потому отчетливо воспроизводящей пластинки возникающего воссознания это собственно то что предопределяет дальнейшую судьбу человека и чего нельзя уже стереть пусть никто не думает что может преодолеть первые впечатления своей юности это цитата из Гёте поэтому в каждом отдельном случае Фройд неизменно идет ощупью в обратном направлении вплоть до момента половой зрелости для него на первых порах нет еще вопроса о годах более ранних ибо каким образом могут возникнуть впечатления пола до того как установилась половая способность вопрос в то время ему кажется полностью бессмысленной самая мысль пытаться проследить жизнь полового инстинкта за пределами этой зоны в раннем детстве ничего не подозревающим в блаженном невидении атомительных порывающихся вовне соков в своих первых исследованиях Фрейд остановился таким образом на моменте возмужения но вскоре Фройду приходится в результате некоторых удивительных признаний убедиться что у многих его больных возникает процессы психоанализа неиспоримо отчетливые воспоминания о более ранних как бы доисторических сексуальных переживаниях вполне ясные высказывания его пациентов внушили ему подозрения что и в периоде предшествующем возмужалости то есть в детстве должен уже быть налицо половой инстинкт или определенные о нем представления подозрения по мере дальнейших изысканий становятся все более настойчивыми фройт вспоминает что могут порассказать бонны и школьные учителя о такого рода ранних проявления полового любопытства и вдруг его собственное открытие относительно различий между сознательной и бессознательной душевной жизни разъясняет ему положение фройт убеждается что половое сознание не проникает неожиданно в организм в период возмужения откуда было бы ему взяться вопрос но что половой инстинкт как давно уже выразил это наш язык в тысячу раз психологичнее чем все психологи лишь пробуждается в наполовину созревшем человеке и что он давно уже содержался в детском организме в состоянии дремоты то есть в скрытом состоянии подобно тому как способность ходить заключена уже потенциально в ногах ребенка прежде чем научиться ходить и позыв к речи прежде чем он научится говорить имеется на лицо у ребенка и сексуальность разумеется без всякой мысли о ее действенном предназначении ребенок догадывается решающая формула восклицательный знак о своей сексуальности он только не понимает ее но вот я только высказываю предположение а не говорю уверенно это открытие должно было кажется мне испугать первый миг самого фройда ибо оно рушит почти кощунственным образом все обычные представления если требовалась большая смелость для того чтобы подчеркнуть психическое значение сексуальности в жизни взрослого и даже как утверждают другие переоценить это значение то каким вызовом общественной морали является это революционная теория искать следов полового чувства в ребенке с которым человечество связывает представление об абсолютной чистоте ангелоподобности и отсутствии всяких страстей восклицательный знак как неужели и этому нежному улыбчивому цветущему существу знакомо уже вожделение хотя бы и бессознательный вопрос эта мысль кажется поначалу нелепой бессмысленной преступной почти нелогичной ибо раз организм ребенка не способен к продолжению рода то должна отказаться то должна оказаться верной формой если вообще у ребенка есть сексуальная жизнь то она может быть только извращенной произнести вслух такие слова в 1900 году было в области науки равносильно самоубийству но фройд их произносит там где этот непреклонный ум чувствует твердую почву он неудержимо устремляется со свойственной ему мощью вглубь вплоть до последних пластов взвинчиваясь последовательно шаг за шагом и к своему собственному изумлению он открывает что именно в пору наибольшей бессознательности в грудном возрасте наиболее явственно обнаруживается или обнаруживает себя интересующего его первичная универсальная форма вожделения как раз потому что на этой ступени человеческой жизни ни единый отсвет морального сознания не проникает еще в чуждую задержа как область инстинктивных влечений это крошечное существо грудной младенец является собой наиболее выразительную форму либидо всасывать в себя наслаждение отталкивать от себя горечь отовсюду впитывает себя этот крохотный зверек в человеческом образе усладу и собственного своего тела из окружающего мира из материнской груди из пальцев и пяток из дерева и материи из плоти и одежды блаженном чуждом всяких задержек опьянений он стремится вести в своем маленькое мягкое тельце все что доставляет ему удовольствие в этой первичной форме возделение ребенок существо со смутно намечающимся сознанием не различает еще понятия твое и мое которые внушат ему последствия он не чувствует еще тех преград как физически так и моральных которые воздвигнет для него в дальнейшем система воспитания существо анархическое вселенское пытающиеся в неудержимой похоти впитать в свое я весь мир он подносит все что может захватить своими крохотными пальцами к единственному ему знакомому источнику услады к своему рту почему Фройд именует этот период оральным безмятежно играет он со своими членами весел я вбормочущие присасывающие вожделение и яростно протестуя против всего что мешает ему в этом блаженно неистовом посасывании грудномладельце в этом еще не я в этом смутном мамно и только в нем одном универсальная человеческая либидо изживает себя вне всякой цели и вне объекта здесь бессознательное я жадно пьет еще усладу из всех сосцов вселенной но это первоначальная аутоэротическая стадия длится непродолжительное время вскоре ребенок начинает догадываться что его тело имеет границы в крохотном мозгу мелькает искра сознания возникает первое представление о различии между внешним и внутренним впервые чувствует ребенок сопротивление мира и на опыте узнает что это окружающая сила с которой приходится считаться боль от наказания знакомит его с непостижимым для него законом в силу коего не дозволено черпать наслаждение из всех безразличия источников ему запрещает оголять свое тело трогать свои испражнения и забавляться ими немилосердным образом принуждает его отказаться от единства чувства чуждого всякой морали и рассматривать одни вещи как дозволенные другие как недозволенные культурная среда начинает вселять в маленького дикаря социальную эстетическую совесть некий контролирующий аппарат при помощи которого он может осознать свои поступки как хорошие так и дурные и с возникновением этого сознания юный адам оказывается изгнанным из эдема или рая безответственности и одновременно возникает как бы обратный процесс в развитии инстинкта сладострасти этот инстинкт отходит в подрастающем ребенке на задний план уступая место новому инстинкту самосознания из некоего оно инстинктивно бессознательного образуется я и открытие этого я связано с таким напряжением мозга и такой его работой что первоначальное космическое вожделение оказывается в забросе и переходит в скрытое состояние но в этот процесс самонаблюдение не проходит но и этот процесс самонаблюдения не проходит полностью бесследно и нередко оставляет у взрослого ряд воспоминаний у некоторых он сохраняется в качестве нарцистической тенденции выражения Фройда то есть опасной склонности к эгоцентризму занятия самим собой без всякого чувства связи с миром вожделение являющейся в ребенке вожделение являющейся в ребенке свою изначальную космическую форму становится в эти промежуточные годы незримым оно замыкается в некой оболочке аутоэротическую паноэротическую форму возделения ребенка и половую эротику возмужения отделяет период зимней спячки чувств сумеречное состояние когда силы и соки готовятся накопляясь к целеосмысленному разрежению когда затем в этот второй период опять-таки сексуально накрашенный период возмужнания дремлющий инсинк постепенно просыпается либо давно обращается к миру и ищет но замещение объекта на который она может перенести напряжение своего чувства и этот решающий миг биологическое веление природы недвусмысленно указывает новичку естественный выход продолжения рода совершенно определенные изменения физической структуры период полового созревания дают знать юноше и девушке подростку что природа их для чего-то готовит и эти указания относятся с полной несомненностью к половой сфере ими как бы определяется тот путь которым надлежит следовать человеку чтобы выполнить тайную изначайную волю природы продолжения рода уже не играючи как в пору младенчества должна излиться сама в себе либидо но ей предстоит слепо подчиниться мировому замыслу вновь и вновь исполняющемуся в каждом зачинающем и каждом зачатом человеке если индивидуум посягает этот указующий перст природы и покориться ему если мужчина в творческом соите прилепится к женщине как и женщина к мужчине если удалось ему позабыть о всех других возможностях лежащих когда-то на пути к удовлетворению его космического вожделения то половое развитие этого человеческого существа прошло правильным и закономерным путем и его индивидуальный инстинкт изживает себя в нормальном естественном направлении этот двукратный ритм определяет собой развитие половой жизни всего человеческого рода и у сотен миллионов людей половое влечение подчиняется без всяких задержек указанной закономерной схеме вожделения и самовожделения в детстве стремления к зачатию в состоянии возмужалости каждый нормальный человек служит совершенно естественным образом замыслу природы использующей его в метафизических своих конечных целях для продолжения рода но в некоторых сравнительно редких случаях и однако как раз в тех которые интересуют врача по нервным болезням обнаруживается роковое отклонение от этого прямого и нормального пути некоторая часть людей не в состоянии в силу причин которые в каждом случае подлежат индивидуальному установлению решиться безостановочно и жить свое влечение в предуказанной природой форме у них половая энергия непрестанно ищет для полноты удовлетворения какого-то иного пути вместо нормального у этих утративших верное направление невротиков в результате ложной установки в период какого-либо переживания половое влечение стало не на тот путь и не может с этого пути сдвинуться первертированные в кавычках обладающие иной установкой не являются в понимании Фройда людьми отягоченными наследственностью или больными или тем более преступниками в душе они страдают ли в большинстве случаев тем что хранят роковым образом прочное воспоминание о какой-либо другой форме удовлетворения из раннего до полового периода о каком-либо эротическом переживании из времен своего начального развития и в дальнейшем в силу трагической повторности влечения ищут исхода единственно в этом направлении вот уже в зрелом возрасте эти несчастные оказываются вынужденными жить с инфантильными по существу формами возделения либидо и в результате навязчивого воспоминания не находят никакого удовольствия в нормальной для их возраста половой деятельности признанной обществом абсолютно естественной вновь и нов хотят они испытать прежнее большей частью давно уже пересчетча подсознательную сферу переживания ищет для этого воспоминания реального замещения Жан-Жак-Руссо в своей беспощадной исповеди давно уже дал в литературе классический образец такого извращения явившегося следствием одного детского переживания его строгое и втайне обожаемая учительница часто и жестоко наказывала его розгами но к собственному своему изъявлению мальчик испытывал во время этого наказания несмотря на боль определенное наслаждение промежуточной сумеречной стадии своего развития столь великолепно очерченный Фройдом он совершенно забывает об этом эпизоде но его тело его душа его бессознательная сфера не в состоянии забыть этого переживания и в дальнейшем когда достигнув зрелости он ищет удовлетворения в нормальном общении с женщинами он всякий раз не в силах осуществить его физически для того чтобы он мог соединиться с женщинами необходимо чтобы она воссоздала знаменитый эпизод с розгами и вот Жан-Жаку Руссо приходится продолжение всей жизни платиться заранее необычное и роковое для него пробужение полового чувства неизлечимым мазохизмом который вопреки его внутренним протестам толкает его все к той же единственной ему доступной форме удовлетворения таким образом первертированные под этим словом Фройд понимает всех тех которые ищут удовлетворения полового чувства иными путями чем путь служащий продолжению рода это люди не больные и не анархически настроенные переступающие сознательно и дерзко законы общества но против своей воли попавшие в плен и пригвоженные к переживанию детства пребывающие в состоянии инфантильности а стремление во что бы то ни стало освободиться от своей ненормальной установки делает их невротиками и психопатами или психотиками парализовать эту навязчивую установку не могут поэтому не иститься своими угрозами создающие еще большую запутанность в психике больного не мораль взывающая к рассудку этого может добиться только проникнутый участием врач тем что высвободив это переживание сделает его доступным пониманию больного ибо только путем осознания внутреннего конфликта аксиома фройдовской психологии можно его изжить чтобы излечиться нужно постигнуть прежде всего смысл болезни и и по фройду всякое расстройство психики основано на каком-либо большей частью эротически обусловленном личном переживании и даже то что мы называем предрасположением и наследственностью является всего только зарубцевавшимся в нервной системе переживанием предшествующих поколений поэтому переживание определяет для психоанализа форму всяческой душевной настроенности он стремится понять каждого человека в отдельности исходя из его личных переживаний для фройда существует только индивидуальная психология и индивидуальная патология в пределах человеческой психики нельзя рассматривать что бы то не было с точки зрения общего правила или схемы в каждом отдельном случае должна быть скрыта причинность во всем ее своеобразии этим не исключается конечно тот факт что большинство ранних сексуальных переживаний отдельных лиц невзирая на их личную окраску обнаруживает известную типическую форму подобия в соответствии с тем что бесчисленное количество людей нередко видит сны одного и того же порядка например полет в воздухе экзамены погоню за собой Фройд полагает что некоторые типические установки чувственного восприятия должны быть признаны в пору ранее сексуальной жизни почти неизбежными он посвятил немало энергии и страсти раскрытия и популяризации этих типических форм или комплексов наибольшую известность среди них а также и наибольшие нападки стяжал так называемый комплекс Эдипа который сам Фройд признает даже одним из основных устоев своей психоаналитики в то время как с моей точки зрения это не более чем временная опора которую без всякого риска можно убрать по окончании постройки это уже замечание Цвайга за истекшее время этот комплекс стяжал себе столь шумную популярность что едва ли есть надобность излагать его содержание сколько нибудь обстоятельно Фройд исходит из того что роковая установка чувств трагически воплотившиеся согласно греческому миру в Эдипе сын убивает отца и овладевает матерью что это варварская на наш гляд ситуация имеется и по сейчас налицо в каждой детской душе в качестве подсознательного желания ибо предпосылка Фройда наиболее часто оспариваемая восклицательный знак первая эротическая установка ребенка обращена всегда на мать а первая агрессивная на отца Фройд полагает что психики каждого ребенка можно проследить наличие этого параллелограмма сил слагающегося из любви к матери и ненависти к отцу и представляющего собой первую наиболее естественную и неизбежную группировку детских чувств бок о бок с ним он располагает ряд других подсознательных чувств как боязнь кастрации влечение к кинцесту чувств которые также нашли себе художественное воплощение в древних мифах ибо согласно культурно-биологической концепции Фройда мифы и легенды всех народов являются ничем иным как отреагированными грезами ранней поры их существования таким образом все что давно уже отвергнуто человечеством как чуждое культуре жажда убийства кровосмесительства и насилия все эти темные заблужения кочевой эпохи все это вспыхивает еще раз в детстве как бы на первобытной ступени человеческого существования каждому отдельному индивидууму суждено символически воспроизвести в процессе своего нравственного развития всю историю человеческой культуры все мы влачим за собой в своей крови незримой и бессознательно древние варварские инстинкты и никакая культура до конца не может оградить человека от нежданной вспышки этих ему самому чуждых инстинктов и вожделений в бессознательной нашей сфере существуют тайные течения влекущие нас обратно в первобытные эпохи в неоседлости и нравственности и как бы мы не напрягали свои силы чтобы оградить себя в сознательных своих поступках от мира инстинктов мы в лучшем случае можем только направить эти инстинкты на путь создания духовных и моральных ценностей но не в состоянии полностью от них освободиться сублимация противники фройда имея ввиду именно это воззрение якобы враждебная цивилизация признающая в изместном смысле тщетным тысячелетнее усилие человечества побороть до конца свои инстинкты и постоянно подчеркивающие непобедимость либидо назвали все его учения все его учения о поле о поле пансексуализмом он переоценил будто бы в качестве психолога значение полового инстинкта тем что признал за ним такое решающее влияние на душевную нашу жизнь а в качестве врача он чрезмерно увлекся пытаясь вести всякое психическое расстройство единственно к этому пункту и исходя из него лечить это расстройство в этом упреке мне кажется доля истины перемешана крайне запутывающим образом с неправоподобием ибо на самом деле фройд никогда не выдвигал монистические вожделения как единственной движущей мир душевной силы ему хорошо известно что всякое напряжение и всякое движение а что же иное представляет собой жизнь вопрос возникает единственное из борьбы и сопротивления поэтому он с самого начала теоретически противопоставил либидо центробежному вожделеющему за пределы я ищущему соитие влечению другое влечение которое он именует сперва инстинктом я затем агрессивным инстинктом и наконец инстинктом смерти то влечение которое вместо зачатия стремится к уничтожению вместо творчества к разрушению вместо вселенной к пустыне но фройду не удалось и только в этом смысле его противники не до конца не правы отобразить это противовлечение с такой убедительной и художественной силой как влечение сексуальное царство так называемых инстинктов я осталось в его философии мира достаточно туманным и сумеречным там где Фройд видит не до конца ясно а следовательно и в области чистого умозрения ему изменяет дар великолепной выразительности характеризующий его точное изложение возможно поэтому что в творчестве его и в его практике действительно имеет место некоторая переоценка сексуального на это усиленное подчеркивание было исторически обусловлено предшествовавшей десятилетиями практиковавшейся системе замалчивания и недооценки полового чувства крайность была необходима чтобы привлечь к идее внимание современности и насильно прорвав преграду молчания Фрой тем самым положил только начало дискуссии в действительности это столь прошумевшее подчеркивание сексуальности никогда не означало реальной опасности и те крайности которые были налицо в первых попытках давно уже преодолены при помощи вечного регулятора всех ценностей а именно времени в наши дни спустя 25 лет после первых формулировок Фройда даже самые боязливые могут быть спокойны благодаря нашему новому добросовестному лучшему и более научному ознакомлению с проблемой сексуальности мир отнюдь не стал сексуальнее неистовее в половом смысле аморальное наоборот учение Фройда отвоевало лишь обратно то душевное богатство что расточили предшествующие поколения в силу ложной своей стыдливости а именно трезвость духа пред лицом плотского целое новое поколение научилось и теперь этому уже учат школа не уклоняться от решающих вопросов внутренней жизни не утаивать важнейших наиболее затрагивающих личность проблем но с возможной ясностью осознавать именно то опасное и таинственное что заключено во внутренних кризисах а всякое таинственное да а всякое сознание означает уже свободу по отношению к себе и несомненно это новая более свободная мораль окажется более творческим в нравственном смысле фактором грядущего товарищеского общения полов чем старая мораль умолчания то что окончательная гибель этой старой морали ускорена и обличена в более пристойные формы составляет неоспоримую заслугу этого отважного и свободного человека всегда бывает так что целое поколение обязано своей внешней свободой внутренней свободе одного отдельного человека всякая новая наука неизменно начинается с одного с первого который ставит проблему перед сознанием прочих ну вот такая первая глава теперь вторая глава под названием предзакатные дали цитата всякое созерцание переходит в наблюдение всякое наблюдение в соображение всякое соображение в установлении взаимной связи можно сказать таким образом что всякий раз когда мы внимательно всматриваемся мир мы теоретизируем опять цитата из Гёте осень богословенная пора для подведения итогов жатва собрана труд свершился по чистым и прозрачным небом в сверкании далее отдыхает жизненный пейзаж оглядываясь назад на созданной семидесятилетний фрой не может сам не изумиться как далеко завел его творческий путь молодой врач по нервным болезням занялся изучением одной из проблем неврологии и столкованием истерии проблема эта скорее чем он ожидал вовлекает его в самую глубь вопроса но там на дне колодца новая проблема проблема бессознательного он хватается за нее и что же вопрос она оказывается в своего рода магическим зеркалом на какой бы предмет духовного порядка не направить его лучи предмет этот озаряется иным пониманием и вот вооружась непревзойденной силой толкования руководимой сознанием тайного своего предназначения Фройд идет от одного постижения к другому неизменно высшему и более пространному одна часть последовательно возникает из другой по выражению Леонардо и каждый из кругов этой спирали являет цельную картину душевной жизни давно уже пройдены области неврологии психоанализа толкования снов сексуальных теорий а все новые и новые науки встают на пути исследования требуя обновленного подхода педагогика история религии мифология поэзия и все области искусства обязаны своим обогащением его творческим мыслям с высоты своего преклонного возраста великий старец с трудом может обозреть сам в какие дали грядущего ведут его нечаянные свершения как Моисей из горы видит Фройд много и много невозделанной и плодоносной земли для посева своих мыслей 50 долгих лет пребывает этот пытливый ум на стезе войны в погоне за тайной и в поисках истины добыча его неисчислима как много рассчитывал он предугадывал созерцал творил и помогал человечеству кто сосчитает все эти подвиги во всех областях духовной жизни вопрос теперь он праве был бы и отдохнуть на закате дней своих и действительно что-то такое тянется к нему к более мирному не столь ответственному созерцанию взор его строго и испытующе заглядывавший во многие слишком многие сумрачные души не прочь был теперь объять неторопливо всю картину мира в неком духовном видении тот кто неизменно проникал в глубины жаждет окинуть теперь взором возвышенности и дали земного существования кто всю жизнь свою неоступно пытал и воспрашивал в качестве психолога хотел бы теперь как философ дать ответ самому себе кто несчетное число раз анализировал души отдельных людей хотел бы отважиться постигнуть смысл общественности и испытать свое искусство на психоанализе эпохи не новое это вожделение подойти к мировой тайне путями чистого созерцания вооружения и током мысли но в сознании суровой своей миссии Фройд всю жизнь подавлял в себе склонность к умозрению нужно было сначала проверить законы созидания духа на бесчисленных отдельных единицах чтобы решиться потом применить их к целому прошу прощения у меня по-моему сахар снизился надо выпить что-то сахар 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 и сахар 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, и пока длился день, все еще казалось ему, исполненному сознание ответственности, что еще рано браться за эту задачу, но теперь, когда вечереет, когда полвека неустанного труда, дают ему право поддаться творческой мечте и заглянуть за пределы индивидуального, он решается переступить эти пределы, чтобы окинуть взором даль и испытать на человечестве в целом тот метод, который он с успехом применил к тысячам. С некоторой робостью, со страхом приступает этот, обычно уверенный в себе мастер, к своему начинанию, можно сказать, не совсем чистой совестью отваживается он выйти за пределы точной науки, и вступить в область недоказуемого, ибо как раз он, разоблачитель всяческих иллюзий, знает, как легко подпасть обаянию философских своих чаяний. До сих пор он решительно высказывался против всяких обобщений умозрительного свойства. «Я не сторонник фабрикации миросозерцаний», – говорил Фрой. Таким образом, не с легким сердцем и не с прежней непоколебимой уверенностью обращается он к метафизике, или, как он именует ее, несколько осторожнее к метапсихологии. Сам в своих глазах изменяет эту позднюю решимость. Условия моей работы до известной степени изменились, и вытекающих отсюда последствий я не стану отрицать. Прежде я не принадлежал к числу тех, которые способны хоть на миг оставаться при каком-либо сомнительном взгляде, если он не нашел в себе подтверждения. Но в то время впереди у меня было необозримо много времени, океаны времени, по прекрасному выражению поэта. И материалы притекали ко мне в таком изобилии, что я едва мог справляться с полученным опытом. Теперь все это изменилось, время впереди меня ограничено, оно не используется полностью для работы, и таким образом не так часто представляется случай приобрести новый опыт. Когда я вижу что-нибудь, на мой взгляд, новое, я не уверен, вправе ли я дожидаться обоснования этого нового. Конец цитаты мы видим, как этот мыслящий, строго, научно, человек наперед знает, что ставит перед собой задачу рискованную, и как бы в порядке монологов, словно сам собой мысленно, разговаривая, обсуждает он гнетущие его вопросы, не требуя на них ответа и не отвечая определенно. Последние его труды, будущее одной иллюзии и беспокойства в культуре не так может быть насыщены содержанием, как прежние, но они поэтичнее, в них меньше научно доказуемого, на большей мудрости вместо неумолимого аналитика выявляет себя, наконец, синтетически в широком масштабе мыслящий ум вместо представителя точной науки врачевания так давно чувствовавшийся художник. И кажется, будто за испытующим взором мыслителя впервые распознаем мы и столь долго-долго таившегося человека, а именно Сигмунда Фройда. Но сумрачен этот взор, всматривающийся теперь в лицо человечества. Он потемнел, потому что видел слишком много темного. На протяжении половека люди безостановочно шли к нему со своими заботами, нужными, мучениями и расстройствами жалуясь, задавая вопросы спеша, истерически возбужденные и неистовывающие, сплошь больные, подавленные, измученные, сумасшедшие, током меланхолической, своей недееспособной стороной, безжалостно поворачивалось к нему человечество, продолжение всей его жизни. Замурованный в вечном подземелье своего труда, он редко видел другое, а именно светлое, радостное, верующее лицо человечества, людей участливых, беззаботных, веселых, легких сердцем, благодушных, счастливых и здоровых, сплошь больные души, унылые, расстроенные, сумрачные. Он слишком долго был врачом, Зигмунд Фрой, чтобы не начать взирать постепенно на все человечество в целом, как на больного. И уже первое его впечатление при взгляде на мир с порога рабочей комнаты заранее ставит ужасающе пессимистический диагноз. Цитата. «Как для отдельных людей, так и для всего человечества в целом жизнь нелегко переносима». Это заключение Фройда. Жуткие и мрачные слова, мало оставляющие надежды. Скорее тяжкий вздох душевный, чем бесстрастная формулировка. Восклицательный знак. Словно к постели больного подходит Фройд к своей культурно-биологической задаче. И, привыкнув созерцать окружающее глазами психиатра, он усматривает в современности явные симптомы душевного расстройства. Так как всякая радость чужда его взору, он видит в нашей культуре только безрадостное и приступает путями анализа к изучению мира и уюта в нашей цивилизации. Той цивилизации, что вознесло человечество на высоту и не снившуюся прежним поколениям. Вопрос. Разве мы тысячекратно не преодолели в себе ветхого Адама, не отошли от него и не приблизились к богоподобию? Разве слух наш при помощи мембраны не сообщается с отдаленнейшими материками? Разве взор не глядится благодаря телескопу в мириады звездных миров? Не наблюдает капли воды целую Вселенную посредством Микроскопа. Вопрос. Разве наш голос не преодолевает в секунду в пространстве и времени не глумится над вечностью, вновь и вновь возникая из пластинки граммофона? Вопрос. Разве аэроплан не несет нас уверенно сквозь недоступную смертным в тысячелетиях стихию? Вопрос. Почему же при всем этом богоподобии нет подлинного чувства победы в душе человека, а лишь гнетущее сознание того, что все это подвластное нам великолепие, непрочное, что мы только боги на протезах сокрушающее слово, восклицательный знак, и что ни одно из этих технических достижений не дает удовлетворения и счастья нашему глубочайшему «я» вопрос? В чем источник этой подавленности, этого расстройства? Где корни этой душевной болезни? Спрашивает себя вслух Фройд и серьезно, строго и деловито, как если бы речь шла об отдельном случае из его практики Фройд берется за задачу выяснения тех причин, которые привели к беспокойству цивилизации, к неврозу современного человечества. Всякий психоанализ начинается у Фройда с раскрытия прошлого, так и к психоанализу душевно больной культуры приступает он с того, что бросает ретроспективный взгляд на первичные формы человеческого общества. В представлении Фройда первобытный человек в некотором смысле представитель младенческой поры культуры, пребывает в состоянии звериной свободы, чуждой сознания какой бы то ни было нравственности и законности, он не знает, что такое психические задержки. Сильной силой своей эгоистической ценности он дает выход своим агрессивным инстинктам в убийстве и пожирании себе подобных, а выход своему половому влечению в пансексуализме и кровосмесительстве. Но едва только этот в одиночку живущий человек собрался в кочующую орду или в племя, он неизбежно удостоверяется, что его вожделение встречает преграду в противовожделении жизненных спутников. Всякое социальное устройство даже на нижних ступенях требует ограничений. Отдельный человек должен уступать, проникнуться сознанием запретности некоторых вещей, устанавливается право и обычай, взаимная договоренность, за каждый проступок грозит кара. Это сознание, запретность и этот страх, наказание оттесняются вскоре вовнутрь и создают в по-звериному темном доселе мозгу новую инстанцию своего рода сверх-я, как бы контрольный аппарат, своевременно сигнализирующий об опасности кары, связанный с обходом с закона. С возникновением этого сверх-я, то есть совести, начинается культура и с нею и религиозная идея, ибо в понимании слепо, дрожащая от страха первобытной твари мироздания, всякие границы, воздвигаемые природой, человеческим вожделением, как то холод, болезни, смерть, неспосланы некой незримой противоборствующей силой, Богом Отцом, который волен карать и награждать, и которому в гневе его надлежит служить и покорствовать. Мнимое наличие этого всевидящего, всемогущего Бога Отца одновременно и прообраза «я» в силу его символической мощи и прообраза источника всяческого ужаса загоняет непокорного человека при помощи надсмотрщика совести в отведенные ему границы. Благодаря этому самоограничению, этому смирению, этому контролю и самоконтролю, варварски дикое существование приобретает постепенно черты цивилизации или цивилизованности. Но по мере того, как буйные поначалу силы человеческие, вместо того, чтобы истощать себя во взаимном убийстве и кровопролитие, начинает объединяться для совместной творческой деятельности, повышается уровень умственных, моральных и технических способностей человечества, и постепенно оно отвоевывает у своего идеала, у Бога, добрую долю и его мощи. Молния берется в плен, теряет свою силу, стужа, и теряя свою силу стужи, преодолевается расстояние, оружием приобретается безопасность от нападений хищников. Постепенно все стихии, вода, огонь и воздух покоряются культуре человеческого сообщества, все выше и выше поднимается человечество, творчески организуя свою собственную мощь по ступенькам лестницы, ведущей ввысь к божеству, паря над высотами и безднами, преодолевая пространство, владея знанием и близкое к всезнанию, вправе оно, преодолевшее в себе зверя, ощущать свое богоподобие. Но почему же, спрашивает Фрой, неисправимый разоблачитель иллюзий, точно так же, как спрашивал более полутора ста лет тому назад Жан-Жак Руссо, почему не стало человечества при всем своем богоподобии счастливее и радостнее? Вопрос, почему наше истинное «я» не чувствует себя в результате всех этих триумфов цивилизации богаче, легче, свободнее? Вопрос. И он сам отвечает на это со свойственной ему жестокостью и беспощадностью, потому что все это изобилие культуры досталось нам недаром, но оплачено неимоверным ограничением нашей свободы в области инсинктов. Оборотной стороной всякого прироста культурных ценностей в пределах рода является убыль счастья у отдельных лиц. Афрой всегда на стороне индивидуума прогресс в области человеческой цивилизации связан с ущербом для свободы, с умолением жизненного чувства, с жаждой человеческой души в отдельности. Современное чувство «я» – это лишь крайне ограниченная часть пространного, можно сказать, всеобъемлющего чувства, отвечающего более прочной и живой связи личности с окружающим миром. Конец цитаты. Мы слишком много отдали обществу и общежитию о ценности своей силы, чтобы изначальные наши инстинкты сексуальные и агрессивные могли являть прежнюю целостную мощь. По мере того, как душевная наша жизнь дробится, растекаясь по тончайшим и разветлённейшим каналам теряет она в своей стремительности и стихийности. Социальные ограничения, с каждым столетием делающиеся всё строже и строже, утесняют и извращают нашу человеческую мощь и в особенности потерпела ущерб сексуальное жизнь культурной личности. Порой кажется, что она находится в стадии обратного развития, подобно другим нашим органам, например, челюстям и растительности на голове. Конец цитаты. Но каким-то таинственным образом душа человека не обманывается относительно того, что за несчётное множество новых, высших форм, удовлетворённости, какие вытекают для неё, что не день из искусства, науки, техники, власти над природой и других жизненных художников. Она платится утратой других наслаждений, более полных, первобытных и более согласующихся с её природой. Что-то такое в нас биологически таящееся может быть в отдалённом уголке мозговых извилин и образующееся в нашей крови, помнит ещё, мистически, о состоянии первобытной, высшей свободы, не знавшей задержек, давно преодолённые культурные инстинкты кровосмесительства, отцаубийства, все сексуальности призначно мелькают ещё в наших желаниях и сновидениях, и даже в заботливо оберегаемом ребёнке, родившемся на свет наиболее деликатным и безболезненным образом от высококультурной матери и в обеззараженном, залитом электрическим светом и хорошо проветренном помещении, роскошной частной клинике пробуждается ещё раз древний первобытный человек. Он ещё раз должен пройти все ступени от изначальных космических инстинктов до тысячелетиями, отделённые от них стадии самоограничения. И ещё раз пережить на своём маленьком подрастающем теле и перестрадать всю подготовительную к культуре работу. Так воспоминания о былом нашем самодавлеющем величии нерушимо пребывают во всех нас, и порой наше моральное я неистово рвётся назад в анархию, в кочемническую свободу, в глубинность первобытной нашей поры, неизменно колеблются в нашем жизнеощущении на чашах весов урон и прибыток. И чем заметнее становится разрыв между вынужденной социальной связанностью и первоначальной непринуждённостью, тем большее сомнение овладевает каждой человеческой душой в отдельности, не является ли она в сущности в результате этого прогресса ограбленной и не подменила ли социализация «я» её «я» подлинного? Вопрос. Удастся когда-либо человечеству, спрашивает Фрой, напряжённо всматриваясь в будущее, побороть до конца это беспокойство, эту душевную надорванность? Вопрос. Найдёт ли оно беспомощно, кидающееся от страха Божия к звериной похоти, дёргаемое запретами, угнетаемое навязчивым неврозом религиозности какой-либо самостоятельный выход из этой дилеммы? Вопрос. Не подчиняются ли добровольно обе изначальные силы агрессивный инстинкт и инстинкт пола морали разума? Так что мы получим, в конце концов, возможность отбросить рабочую гипнозу, гипотезу о Боге карающим и творящим суд как ненужную. Вопрос. Преодолеет ли, выражая психоаналитически в будущее свой сокровенящий внутренний конфликт полностью в результате его осознавания, выздоровеет ли оно до конца? Вопрос. Опасный вопрос. Восклицательный знак. Ибо, спрашивая себя, не окажется ли разум в состоянии взять когда-либо верх над нашей инстинктивной жизнью, Фрейд падает в трагический разлад самим собой. С одной стороны, психоанализ отрицает власть разума над бессознательным. Люди не поддаются доводам рассудка. Ими движут инстинктивные желания. И вместе с тем, он утверждает, что у нас нет никакого другого средства ко владению нашими инстинктами, кроме интеллекта. В качестве теоретической системы психоанализ отстаивает первенство инстинктов и бессознательного, а в качестве практического метода он рассматривает разум как единственное спасательное для человека и всего человечества средство. Здесь, в древний пор, кроется какое-то тайное противоречие к системе психоанализа и в соответствии с новым охватом оно разрастается до огромных размеров. Теперь, собственно, Фройду следовало бы принять окончательное решение признать именно в философском разрезе первенства разума или инстинкта в сфере человеческой психики. Но это решение оказывается для него никогда не прибегающего ко лжи и не способного лгать самому себе страшно трудной. Ибо как решить вопрос? «Только что этот старый человек убедился, что его учение о первенстве инстинкта над разумом потрясающе подтвердилось массовым психозом мировой войны, никогда с такой ужасающей ясностью, как в эти четыре апокалиптических года не обнаруживалось, какой тонкий слой гуманности отделяет человечество от самого разнузданного, самого ожесточенного кровополития и что одного толчка из области бессознательного достаточно, чтобы рушили самые смелые построения человеческого духа и святыни нравственности. Он убедился, что в этот миг в жертву неистовому и первобытному инстинкту разрушения принесены были и религия, и культура, все, что облагораживает и возвышает человеческое сознание. Все священные и освященные веками силы человечества еще раз обнаружили свою младенческую беспомощь по отношению к смутному и кровожадному инстинкту первобытности. И все-таки что-то такое Фройде колеблется, не решая признать моральное поражение человечества на мировой войне показательным. Ибо если при всем доступном человечеству сознание оно бессильно, в конце концов против бессознательно, к чему тогда разум и, собственно, его полувековое служение истине и науке, вопрос, неподкупно честный Фройд не решается отрицать ни силы воздействия разума, ни темной силы инстинктов, и в конце концов он отделывается от ответа на им же поставленный вопрос осторожным, может быть, или когда-нибудь, может быть, ссылкой на отдаленное третье царство психики, ибо ему не хотелось бы вернуться к себе самому из позднего этого странствия без всякого утешения. И как-то трогательно, мягко и примеряюще звучит, по-моему, его строгий обычно голос теперь, когда на закате жизни ему хочется осветить хоть лучом надежды последний путь человечества. «Мы впредь можем столь же настойчиво подчеркивать, что интеллект человека бессилен в сравнении с инстинктивной его жизнью и быть при этом правыми, но есть что-то особенное в этой слабости – голос интеллекта не громок, но не успокаивается, пока не заставит себя слушать. В конце концов, несмотря на непрестанно повторяющиеся неудачи, он, может быть, и добьется своего». Это один из немногих пунктов, в которые человечество правит смотреть оптимистически, но сам по себе он значит немало. «Первенство интеллекта где-то еще далеко, но не недосягаемо». Далеко, конец цитаты. Поистине чудесные слова. «Но этот огонек во тьме мерцает в слишком большом одолении и слишком неустойчиво, чтобы душа человеческая, вопрошающая и стынующая среди действительности, могла бы согреться. Все вероятное весьма слабое утешение. И никакое, может быть, не утолит нестерпимой жажды души, чающей высшей уверенности. Но здесь мы оказываемся у подлинного последнего предела психоанализа. Там, где начинается царство внутренней убежденности, творческого упования, там кончается его мощь. И эти высшие области, и в эти высшие области нет доступа ему сознательно разрушающему иллюзии и враждующими со всяким заблудением. Являясь исключительно наукой об индивидууме, о единичной душе, он не знает и не хочет ничего знать о коллективном смысле или метафизической миссии человечества. Он только бросает свет, поэтому на душевные процессы, но не согревает души человеческой. Он может дать только здоровье, но одного здоровья недостаточно. Для счастья, для творческого бытия человечество нуждается в непрестранном подкреплении своей веры в смысл существования. Но у психоанализа нет никаких наркотиков, как у хрищен саенс. Никаких пьянящих экстазов, подобных дифирамбическим обетованиям ничья. Он ничего не сулит и не обещает, не имея возможности утешить, он предпочитает молчать. Это его правдивость, целиком возникшая из сурового и честного мышления Зигмунда Фройда, поразительно в моральном смысле. Но все только, но все только правдивое, на все только, на все только правдивое неизбежно таит в себе зерно горечи и скепсиса, на всем рассудочно изъясняющим и анализирующим витая тень какой-то трагичности. Что-то обезбоживающее, неотъемлемо присущее психоанализу, что-то отдающее землей и тлением, не вселяющее в душу радости и свободы, как и все только человеческое, честность мысли может безмерно обогатить ум, но никогда не заполнит до конца чувства, никогда не внушит человечеству порыва во мне за пределы своего существования. Это его неразумные и все же необходимые ему услады. А человек даже в физическом смысле слова не в состоянии, кто более блестяще, чем Фройд, доказал этот вопрос. Жить без сновидений его немощное тело не выдержало бы напора неизжитых чувств. Как же вынесет душа человеческое существование безвышлого смысла, без видений и веры? Вопрос. Пусть наука вновь и вновь доказывает человечеству бессмысленной его игры в боготворчество. В своем творческом устремлении оно вновь и вновь будет изощряться в осмысливании мира, чтобы не впасть в нигилизм, ибо этот дар изощрения сам по себе составляет подлиннейший смысл всякой духовной жизни. Для утоления этого душевного голода в распоряжении сурового, строго делобитого, трезвого, в своей холодной ясности психоанализа, нет никакой пищи. Он дает познание и только. И так как ему чуждо исповедание какой бы то ни было веры в мир, то он навсегда останется только созерцанием действительности и никогда не станет мира созерцанием. Здесь его предел. Он оказался в состоянии в большей степени, чем какой-либо иной духовный метод приблизи человека к его собственному я, но не мог вывести его дальше за пределы этого я, что является необходимым условием цельности чувства. Он раскрывает, дробит и отделяет. Он указывает личный смысл каждой отдельной жизни, но не в состоянии объединить единым смыслом. Это тысячекратно разрозненное. Поэтому в интересах подлинно творческой цельности, наряду со свойственной ему формой мышления, должна была бы возникнуть и другая психоанализ, разделяющий и разъясняющий, должен был бы пополниться психосинтезом, связывающим и сплавляющим воедино. Такое пополнение явится в науке, быть может, вопросом завтрашнего дня, каковы бы ни были достижения Фройда, за пределами их остаются необъятные просторы для исследования. И после того, как он истолковал и изъяснил в душе ее сокровенные узы, другие правы, просветить ее относительно ее свободы и ее тяготение к Вселенной и устремление в эту Вселенную из пределов своего существования. Ну и вот последняя маленькая глава. Значение во времени. Цитата из Платона. Индивидуума, который состоит из единого и из многого, и отражение несет в себе определенное и неопределенное, мы дадим растечься в беспредельности не прежде, чем рассмотрим всю цепь его представлений, связывающих единое со многим. Это как эпиграф Платон. Для два открытия символически совпавшие во времени имели места в последнем десятилетии XIX века в Вюрсбурге малоизвестный да то ли физик по имени Вильгельмлер Рентген доказывает на опыте возможность просвечивания человеческого тела, считавшегося ранее непроницаемым для зрения. В Вене столь же неизвестный врач Зигмунд Фройд открывает подобную же возможность в отношении души. Тот и другой методы не только вносят коренные изменения в основы обеих научных дисциплин, но и плодотворно влияет на все соприкасающиеся области странно перекрещивающимся из творческой мысли представители медицины, психофизика, наука о движущих силах души. Благодаря замечательному и все еще неиспользованному в его возможностях открытию Фройда научная психология порывает наконец со своей академической и теоретической замкнутостью и вступает в прямую связь с практической жизнью. «Через посредство Фройда психология впервые получает в качестве науки применение ко всем явлениям творческого духа». «Ибо чем была прежняя психология?» «Школьной специальностью, теоретической дисциплиной, загнанной в университеты, замурованной в семинариях, поставляющей книги на неудобочитаемом и недобоваримом языке форму. То, кто ее изучал, знал о себе и законах своей индивидуальности не больше, чем если бы он изучал санскрит или астрономию и в широких кругах общества не придавали никакого значения результатам ее лабораторной работы, как полностью абстрактной. Перенеся центр тяжести этой науки с теоретических домыслов на индивидуальных и сделав предметом изучения кристаллизации личности, Фрой проталкивает психологию из семинария в реальность и утверждает за нею жизненно важное значение в силу ее применимости к человеку. Только теперь может она деятельно служить созданию новой личности в педагогике, лечению больных в медицине, оценке человеческих заблуждений в судопроизводстве, пониманию творческих начал в искусстве, занимаясь истолкованием неповторимой индивидуальности каждого отдельного человека в его собственных интересах. Она помогает одновременно и другим. Ибо тот, кто научился понимать в себе человека, понимает его и в других. Этим проворотом психологию в сторону отдельной человеческой личности Фрой сам того не осознавая выполнил сокровеннейшую волю эпохи. Никогда не проявлял человек такого любопытства к своему истинному «я», к своей личности, как в наш век прогрессирующей монотонности внешней жизни. Все больше и больше обезличивает обывателя техника современности, создавая из него бесцветный и однообразный тип, разделенный на те же имущественные классы, проживая в тех же домах, одетые в те же платья, отрабатывая те же положенные часы за такими же машинами, и потом устремляясь к тем же удовольствиям, к тому же радио, к той же граммофонной пластинке, к тому же спорту, все мы внешне приближаемся к ужасающему сходству друг с другом. Города с теми же улицами становятся все более и более неинтересными. Народы все более и более однородными. В исполинской печи рационализации переплавляются все видимые различия. Но по мере того, как все больше и больше отшлифовывают нас с поверхности, и люди в процессе возрастающего обезличения внешних форм жизни целыми сериями приобретают массовую физиономию каждому в отдельности, все более и более важной становится единственная недоступная внешнему воздействию форма переживания, собственно, своя неповторимая индивидуальность. Она стала высшим и почти единственным мерилом человека. И нельзя считать случайностью, что все виды искусства и науки столь страстно увлечены элементами характерологии, учения типов, теории о деградации и наследственности, исследования относительно периодичности и индивидуальных свойств стремятся к тому, чтобы ограничить личное от родового в наиболее систематическом порядке. В литературе биографический жандр расширяет пределы познания личности, и такие давно уже отмершие якобы методы проникновения во внутреннюю структуру человека, как астрология, хиромантия, графология, достигают в наши дни неожиданного рассвета. Из всех загадок существования ни одна не представляет для современного человека такой важности, как загадка собственного бытия и установления своей особой личной обусловленности и исключительности. К этому средоточию внутренней жизни человека Фройд еще приблизил психологию, ставшую к тому времени абстрактной наукой. Он впервые развил с почти художественной мощью заложенные в человеке драматические элементы, эту судорожную игру мельканий в сумеречном свете подсознательного, где ничтожный толчок отдается отдаленнейшими последствиями и в самых изумительных сочетаниях сплетается прошлое с настоящим, поистине целый мир в тесном кругообороте человеческого тела необозримой в своей цельности и все же обаятельной, как зрелище, в непостижимой своей закономерности. А закономерная в человеке в этом решающая переустановка фройдовского учения никоим образом не подается академической схематизации. но может быть только пережито и жито совместно с ним и познано в процессе этого изживания в качестве единственно ему свойственного. Личность человека постигается не с помощью застывших формул, но исключительно по отпечаткам посланы ему судьбой переживаний. Поэтому всякое врачевание в тесном смысле этого слова, всякая помощь в смысле моральном предполагает по Фройду познание личности, но познание утверждающее, сочувствующее. И в силу этого действительно полное. Поэтому уважение к личности, к этой в гетевском смысле явленной тайне есть для него непреложное начало всякой психологии и всякого душевного врачевания. И Фройд, как никто другой, научил нас хранить это уважение как некий моральный закон. Лишь благодаря ему тысячи и сотни тысяч узнали об уязвимости души, в особенности детской, и перед лицом скрытых им изъязвлений начали понимать, что всякое грубое касание, всякое бесцеремонное залезание, часто при посредстве одного лишь слова в восклицательный знак, в эту сверхчувствительную, одаренную роковой силой припоминание материи может разрушить судьбу, еще следовательно, всякие необдуманные наказания, запреты, угрозы и меры принужения возлагают на наказывающего неведомую до того ответственность. Он неизменно внедрял в сознание современности школы, церкви, зала суда, уважения к личности, даже на путях ее отклонения от нормы, и тем более глубоким проникновением в душу насадил в мире больше предусмотрительности и снисходительности. Искусство взаимного понимания это наиболее важное в человеческих отношениях искусство и наиболее необходимое в интересах народов единственное искусство, которое может способствовать возникновению высшей гуманности в развитии своем, обязанно учению Фройда о личности много больше, чем какому-либо другому методу современности. Лишь благодаря ему стали понятными наши эпохи в новом и действительном понимании значение индивидуума неповторимая ценность всякой человеческой души. Нет в Европе, в какой бы то ни было области искусства, естествознания или философии ни одного человека с именем, чьи взгляды не подвергались бы прямо или косвенно творческому воздействию круга его мысли в форме притяжения или отталкивания, идя своим сторонним путем он неизменно попадал в средоточие жизни в область человеческой и в то время как специалисты все еще не могут помириться с тем, что его творчество не выдержано в строго в строго академических формах медицины, естествознания или философии, в то время как тайные советники и ученые все еще яростно спорят об отдельных пунктах и о конечной ценности его труда, учение Фройда давно уже выявилось как непреложное истинное истинное в том творческом смысле, который запечатлен в незабываемых словах Гёте что плодотворно то единственно истинно ну вот на этом я и завершил чтение трилогии да, Фройда посвященной Францу Антону Мессмеру, Мэри Бекке Рейде и Зигмунду Фройду вот так вот на этом я доктор Джордж Горбатов прощаюсь с вами до следующего раза такая три последних главы посвященных трилогии да, посвященных именно Фройду я завершаю чтение этой книги вот спасибо и до свидания особая благодарность как всегда кому потенциальным слушателям этих трех глав конечной как части посвященной Фройду так и вообще всей трилогии спасибо и до свидания